Владимир Хавкин пытался изменить мир к лучшему, направить его в сторону справедливости, которой никогда не хватало на всех и сегодня не хватает. Без Индии Хавкин не стал бы Хавкиным, тем Хавкиным, которого чудом не присудили Нобелевскую премию. Он того заслуживал. Дело в том, что Хавкин избавил мир от самой страшной болезни, черной чумы, которая, как мы знаем, в Средневековье унесла до третьей населения Европы. И вот приходит Хавкин, мечтатель, путем экспериментов и пробы на себе изготавливает вакцину против чумы и против холеры. Происходит это в Париже, поскольку в Одессе, в родной Одессе, его преследовала жандармерия, полиция. Он, молодой Хавкин, сильный физический человек и очень стремящийся к правде и справедливости, вступает в ряды боевиков подпольной организации «Народная воля». Это та организация, о которой более-менее рассказывал Достоевский в своем романе «Бесы». И вот эта организация, боевики организации убивают царского генерала. В 1882 году, примерно, было дело. Этот генерал был убит, и Хавкин принимал участие в покушении. Потом он спасается бегством из России, где его преследует полиция. И он рассел в Париже на какое-то время, был борцом в цирке, зарабатывал на хлеб. И, может быть, на стакан вина. Правда, он не золопотребляет, когда сперта. И потом его принимают учеником библиотекаря, помощником библиотекаря, выездут Пастера, туда, куда он мечтал всю жизнь попасть. Там он по ночам работает в лаборатории, его разрешают Пастер. И там он изготавливает свою первую вакцину, вакцину против холеры, которая принесла не меньше бед Европе и миру, чем чума. Однако, это, конечно, до с века, и коллеги его не воспринимают работу с микроорганизмами, с микроорганизмами, бактериями, всерьез. Они считают, что не может быть, что какие-то маленькие зверюшки были настолько опасны. И вот англичане, которые внимательно следили за тем, что происходит на континенте, они видели и знали, чем занимается Хавкин, и они его приглашают к себе на работу. Приглашают его в военное министерство. Потому что англичане терпят ущерб великий от того, что их солдаты, которых они направляют в Индию, прежде всего и в тот регион, они заболевают инфекционными болезнями и погибают. И вот Хавкин принимает оглашение и назначается государственным бактериологом в Индию. Там он проводит около 15 лет своей жизни, совершает чудеса, путешествуя по джунглям и делая уколы противочубные и противохолерные местным жителям, а также вакцинируются все солдаты на службе британской короны. Это приносит ему всеиндийскую известность, а также и всеевропейскую. Почему? Потому что вакцины, которые изготавливают медицинские предприятия в Индию, в то время уходят и продаются в Европе. Хавкин получает орден английской короны, он почетный человек в Англии, и он понимает, что он помогает миру стать более справедливым, но недостаточно быстро. Потому что за то время, когда он спас миллионы людей от чумы и холеры, десятки миллионов в регионе, в Индии и в других странах погибли от голода, от болезни, от междоусобиц. Это не выход. Как не выход? И индивидуальный террор, которому посвящался Хавкин в молодые годы. Он возвращается в Европу и, в конце концов, он возвращается к религии, к своей религии, к религии своих отцов. Он и умирает религиозным человеком в 1930 году в городе Лозанна. Там он и покоронен. Редактор субтитров А.Семкин